Слава Украине! Приветствую вас от Полонского! Друзья мои, Гойда! Еще и какая? Еще одна Гойда! И на этот раз в Энергодаре, да, в том самом украинском городе Энергодар, где находится наша украинская атомная электростанция, захвачена путинскими боевиками, путинскими бандитами и террористами, которые сейчас находятся на этой электростанции. И вы знаете, в Энергодаре подавляющая часть населения проукраинская, подавляющая часть населения понимает, что надо бороться с этими бандитами, которые туда зашли. Но, вы знаете, в каждом обществе есть не без урода, что называется. И есть и в Энергодаре негодяи, коллаборанты, которые перешли на сторону фашизма, на темную сторону. И, знаете, ответственны за массовые репрессии в отношении украинцев, ответственны за нарушение права человека, про права человека в Зоолиной идете, да? Среди них был некий такой Андрей Короткий, хорошо, что не длинный, да? Ну, потому что фамилия Короткий ему подошла, да. Так вот, это был коллаборант, ответственный, внимание на секундочку, за физическую безопасность на атомной электростанции. Какая безопасность! Безопасность была только при Украине. При фашистах, которые пришли туда сейчас, российских вот этих вот, ни о какой безопасности уже речи идти даже не может. Они захватили атомную электростанцию, они напихали ее взрывчаткой, они хранят там свое российско-фашистское военное оборудование, они превратили ее в военную базу. И этот негодяй как раз и отвечал за это все. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, а конец один. Вместо того, чтобы пойти в СБУ, сдаться, написать явку с повинной, получить необходимый, как говорится, в таком случае срок, отсидеть его, покушать вермишель все это время, что там, макароны в тюрьме дают, да, и потом выйти лет через 15-25, и с новыми силами, как говорится, стать веселым украинским пенсионером, этот, как говорится, супчик, решил, что ему все можно и можно помогать оккупанту. Еще усугубляет его вину то, что он стал членом российско-фашистской партии «Единая Россосия». Да. И еще и возглавлял какое-то там отделение этой Россосии в Энергодаре, в украинском городе. Какое отношение имеет «Единая Россосия» к украинскому городу Энергодар? Объясните мне, пожалуйста. До меня не доходит. Но вот этот супчик пытался там что-то, что-то там организовать. Ну, короче говоря, кончилось это следующим образом. Видео, произошедшего у нас в описании к данному ролику. Ссылочка, можете посмотреть. Он сел в собственный автомобиль, ехал на этом автомобиле. Кстати, авто китайское, как, видимо, у них же нет сейчас нормальных автомобилей, все китайские. И в Энергодар тоже, видимо, это барахло завезли. Вот. Видимо, что-то произошло с автомобилем. С автомобилем. Я не знаю, что там случилось. Либо же этот, так сказать, человек наголотался взрывчатки. Либо он сам состоял. Понимаете, он сам был настолько дрянным, что взорвался изнутри. Тоже бывают такие случаи. Знаете, когда человек самовоспоменяется. Такое бывает, да? Но у меня такое впечатление, что он взорвался от собственной нитости, ничтожности и от собственного предательства. Вот такое впечатление. Еще раз говорю, вместо того, чтобы пойти в суд, получить срок, он, значит, окопил в себе вот эту всю гадость, вот эту всю нитость, низость, да? Все, что связано с Россией. Вот. И когда вот это вот все, все, что у него внутри было, оно превысило любые допустимые нормы, ну, посмотрите сами, оно все бабахнуло. А мы тут совершенно ни при чем.